Привой которого уже более 175 тысяч долларов в США и продолжает расти. Вторая карта матча. Первая была выиграна командой Asus Paul, без каких-либо шансов для Empire. Причины этого поражения, не знаю, может быть частично в пике команды Empire, частично в бане команды Empire, потому что они почему-то банили антимага, последним пиком они дровку, при том, что там в наличии был уже визаж. Ну, собственно, странное довольно решение имперцев, ну и желание потестить свой пик, который у них вчера против тинкеров сработал. Ну вот, все закончилось поражением. Вот зато сейчас у них пик худоболи мне приятен глазу, потому что есть, в принципе, два неплохих танковывающих персонажа. Это акция брюмастера, вопрос в том, будет ли это брюмастер для Silent или для Resolution, потому что в последнее время Empire придет играть, чтобы на брюмастере Silent играл. Ну, честно говоря, я не в восторге от этого. Ну, вот, мне лично не очень. Да, на прошлых выходных, когда мы были в Малайзии, да, играли там же Empire в Малайзии, и там очень много людей, ну, очень много матчей, точнее, сыграл у нас Silent на брюмастере. И вот тоже мы с Рустамом комментируемся адекватно, но он тоже постоянно выражал свой фэйт, потому что, ну, блин, это не тот герой, потому что в лейте он не особо полезен, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, сухая статистика говорит о том, что на брюмастере игра идет, вот с брюмастера на Санте реально идет игра, а тут вот еще и появляется Рубен Валерьевич. А теперь думайте, ребята, оффлейн это Рубик, лесной акс, или это оффлейн акс из Дуплат Рубик? Ну, а ты на полном серьезе, и сейчас вот сиди и думай, а что это такое, и что с этим делать вообще, и кого брать? Они же могут, они реально могут. Могут, но не думаю, что это прям вот такая вот причина для беспокойства, для ФНГ, мне кажется, его не должно особо волновать. У меня просто есть жуткое желание, это, конечно, немножко неправильно, но я хочу, чтобы каждый раз, когда Эмпайр берут оффлейн Рубика, чтобы им просто очень жестоко разбивали лицо. Потому что я считаю, что это ужасный пик, это вообще ужасная идея, и если оно дважды там сработало против Нипова, и один раз не сработало против Айджи, то, короче, все равно это ужасная идея, не стоит брать этого героя взложную, вот не стоит и все. Ну, Алоха у нас отличный Рубик, так что, в принципе, саппорт это будет Рубик. К тому же, ну, Акс, если я вот просто сейчас думаю, Акс лесной, Абарейшн, лёгкий бремастер, допустим. Ну, просто пока нечем драться особо. Бетум, этот Файр нужен реальный демидж лидер, потому что я, честно говоря, не вижу перспектив в этом пике вот на данный момент. Ну, учитывая, что Лина в бане, учитывая, что Снайпер в бане, Фантомка, которую они тоже любят брать в бане, я вообще бан Минера, это прям уровень от Империи, прям уровень высший вообще. Что остается в мид? Дерезолин. Темпларка та же? Да мне все-таки кажется, что это может быть бремастер. Ну, против Шадоу Финда, через Певко, чтобы сгорел Пукан. Очах, очах. Да, да, да. Потому что он не может нормально крепко подобивать Кентавра добирают Асус Пола, то есть это Кентавр для Элитана. Это на самом деле очень классный фикс. Вот это реально, если ты вспомнишь те же квалификации на 4-й интернет, ну там правда был Фурион, но Элитана на Кентавре это хорошо, потому что есть Шадоу Финд, то есть вот сейчас у Асус Пола, я знаю, у ФНГ, наверное, ружи чесались опять дровку забрать, потому что на 4 ржевика, Шадоу Финд, дровку, все отлично. Но, опять же, нет, человек, который танкует лицо в Миле или Дан, который на легкой будет фармить на Кентавре, я уверен, вынесет достаточное количество шмоток, чтобы в него просто убивали те же саппорты ребят из Эмпайр. Просто банальная... ...когда его бьем. Короче, жуткий пик у Иберия, если честно. Вообще жуткий. Если Миле там вынесет быстрый даггер, то реально у них будут огромные проблемы. Это значит, что жуткий, он просто не для этой месы, как вам. Ну, вот... Короче, позапрошлогодний, это пик позапрошлогодний, скажем так. То есть на девятом сезоне Сталладера там можно было еще с Эмбером выигрывать, скажем так, в медиа. Не знаю, не верю. Если б мне сейчас сказали, срочно делай ставку, я бы поставил нас у стола. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, тут не могу на 100% быть уверенным, потому что все будет зависеть, конечно. Сейчас самая главная роль все-таки на Брагине, потому что все будет зависеть от того, как у него пойдет меду. Последние игры у него отлично идут, несмотря на то, что иногда они проигрывают, все равно тот показывает хороший класс на любых героев. Но мы прекрасно знаем, что год — это человек настроения. И если там вот ему сейчас разок придет Рубик, с аппаратичным убьют второй разок, то его может пасть на мораль. Это человеческий фактор. Кстати, вот сегодня мы во время подкаста не спросили конкретно о ФНГ, когда год виседой перестанут быть стендинами года виседым. Ну вот ты как думаешь, когда это случится? Ты там ближе к Веркуспро, ты там знаешь? Чуть-чуть ближе к Веркуспро, я сам умал. Но на самом деле, не знаю, как бы, приписка стендин у людей не просто так. То есть, до тех пор, пока есть приписка стендин, это не 100% игроки. Кто его знает? Не, ну мы-то все понимаем, что вариантов особо-то нету. То есть, думай, не думай, ну реально, ну кого ты еще возьмешь у спода? Ну вообще, да. А с другой стороны, как уже говорил ФНГ, на прямой инвайт они не рассчитывают. А с другой стороны, вдруг там какой-то хороший игрок откуда-то увидит. А зря они рассчитывают, очень зря они рассчитывают. То есть, как я уже сказал, до того, как начнут появляться прямые инвайты, хотя уже конец марта они уже должны начинать появляться. Как-то очень странно, в прошлом году 22 марта был первый инвайт. Но в прошлом году был International Rush, но две недели, чем в этом. Так что, может быть, из-за этого. Ну, поглядим, поглядим. Кто у вас там в дот-дот-дот-дот безумно мышкой кликает? Остановите, пишут мне. Я, ребят, я вообще мышку не трогаю. Я пока только клавиатурой не трогаю. Значит, у нас третий человек завелся, потому что я тоже клавиатурой вперед-вниз-влево-вправо. Так что вы тут это... Не надо вот это вот наезжать. Я жутко удивлен, потому что Empire ставит триплу в сложную против Элитана, против Лилы и против ФНГ. А что этот триплан собирается... В принципе, этот триплан довольно забавно, потому что если кого-то цепляют, да? Рубик, если кого-то цепляет, если бросает или летает, то, в принципе, они убивают. Но тяжело же будет. Немного ответного контроля у ребят из Asus. То есть, цепай... Вот, ну, грубо говоря, здесь цеплять можно только Леона. Потому что Кентавра ты не успеешь убить и ни при каких обстоятельствах он еще от Кинг Тиастан есть. Единственная возможность это подцепить Леона и попробовать его убить до того, как Кентавр подойдет и даст тебе сталь. Но это реализовать очень сложно. Лил должен подставиться просто, как бы, дубасечка последней. То есть в ФНГ, опять же, тоже не смысл вообще ловить, потому что там два сталь сразу будет, которые по цели смогут. Поэтому тут тяжело. Эмпайр реально будет тяжело. Но линию свою они не проиграют, мне кажется. Ну, это самое главное. Седой сложно имеет 8 на 1 тем временем против Йоку, который стоит легкую на Аксе. Ну и в миде год 7 на 4 против Резоли 4-1. У Резоли тут будут огромные проблемы. Просто огромнейшие проблемы. Ему нужна будет Хлопа. А кто ему поможет? Стреплы, как только кто-то уйдет, сразу станет тяжелее. Хотя Стреплы, в принципе, от миде убегает сейчас Алоха. В это время там пытаются пацаны какие-то там булы делать из команды Asus Palar. Ну и как бы немножко разгружается именно экшен на трипле. Поэтому, может быть, Алоха что-то и постарается придумать. Смотри, он в смоу пошел. И пошел ганг. И если сейчас год будет давить под то, что могут быть проблемы. А он очень близко к тому, что он находится. И у проблемы это, скорее всего, ферстблат. Танцер. Ну вот почему? Вот как так получается? Кто-то говорил, что пару раз придет какой-то Рубик, будет беда. Уходит Рубик Стреплы. Куда он мог пойти? Ну, логика элементарная. Куда может пойти Рубик Стреплы в сложной? Да ясен был, что в мид. Ну, куда ж ты так наглеешь? Я не сомневаюсь в том, что эта инфа была. Что она давалась. Ну, просто... Ну, это фактор. Это фактор игрока. Он мог просто не обратить внимание. Ну, то есть... Ну, кто-то сказал там, у нас ушел Рубик. Хорошо. Если его не напоминали там году, то он мог забить на это. Шел и ушел. А... Или... Подумал, что он так хорошо стоит против Презолюшина, что ли? И бьет. Вот так пытается зацепить Лила. Ну, Лила спинули в мире очень быстро. Алоха не погибает. И, кстати, можно еще и Лидана очень-очень неплохо так продомашивать. У Сайлона там будет клэп через 4 секунды. Нужно бежать за Лиданом. Ну, Сайлон передумал. Вот то, чем Лил, опять-таки, подставляется. У нас Лил слишком близко он подходит. Моментально тут же идет в него фокус. И это минус Лил. Все-таки по челин-тачам, сами понимаем, что Лиону-то особо много не надо. И при этом еще ФНГ не было рядом. То есть он дал там единственный Арк Лайтнинг, когда уже умер Лил. То есть его изначально, там начали драки, не было. Возможно, если бы он был, что-то было бы по-другому. Возможно. Ну, там просто очень мало ХП оставалось. Ну, Алоха было бы. Алохи очень мало ХП оставалось. Смотря на то, что как бы инициировали они. То есть задумка. Так, ну что. Элитана продолжает фармить. Элитана цель простая. Это очень быстрый дайвер. Когда ты стоишь против триплы, сделать это не так уж и легко. Мы видим, что у Кентавра 9 на 0 хрипстарт. При том, что у Сайл это 19 на 6 на брюмастере. И это учитывая то, что Алоха у нас успевал уже в мидс бегать и так далее. Ну, а тут были какие-то попытки делать пулы. От саппортов команды Асус Пулы. Которые, в принципе, ни к чему путному не привели эти попытки запулили. Ну, запулили. Ну, окей, и что дальше? На первых минутах отспавливал ФНГ нижний опять же. И подцепил пару крипов. И тут у него 7-0. Крипстарт и это не из пулов. Ну, не все пока не из пулов. Я прям видел, как он, там, трех крипов забрал. Ну, это не особо важно, но все-таки тоже... Ну, конечно же. Ну, на других линиях у нас пока никакого экшена особо не происходит. Пидо и Уоль при Амине пытаются стоять против Йопы. Понятное дело, что... Сколько это вообще возможно? Я уверен. Потому что Йопу за грехов собирают. Хочет ли? Что ему сделать будет непонятно. Ввиду Гот... Выигрывает у Резолюшн. То есть сейчас в Резолюшн появилась ДТ. Он кое-как попытается вернуться. Но... Гот просто забивает и пошел к нему. Ну, Саудан тем временем Лес зафармил с Флаймом. Саудан-то есть пятый уже уровень. Скоро будет шестой. Здесь четвертый только-только взял Лидан. Титан! Ух! Да, тяжело-тяжело, ребята. Мы засуспал Ларом. Выходит на этой, казалось бы, легкой... Да, на сейплейне ФНГ вообще-то пешится на базу. Потому что у него заканчивается мана. И идет он на топ. То есть Седой сейчас, скорее всего, будет рейтироваться в лес. Дофармливать свой дайгер. А в это время ФНГ просто будет чекить ХБУ. Давайте пропушиться Лиди. В принципе, это нормально. Может, в итоге проигрывают? Не, ну логичное решение в данный момент. А хотя нет, смотри, возвращайся, Седой. Что-то не выделю. Они может постараться убить, что ли? Или... Чего-то его знает. Понятно. Смотри. Опа. Йоку, погорел. Ну, один стака. Почему не цепанули? Ну, Зивса, потому что нету. Здесь уже мид ушел. Ладно, бывает. Короче, Ипайр пока выигрывает. Линия это однозначно. Хотя оказалось, что резолюшн должно быть ужасно сложной. Ему так и есть. У него 22-8 против 37 на 11-ю года. Вот этот самый Форсбат, в принципе, ничего не значит. В глобальном плане, скажем откровенно, да. Но все равно линии... Линии, да. Проиграны. Проиграны. Проиграны мид. И топ явно не выигран. Так что вот тут интересный такой простат получается. Получается, что Империя выигрывает все три лайта. Ну, а что дальше они будут делать в таком тренировании? Надо как-то убивать. Иллидан, 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 Иллидан. Сайлент. Клевчик. По Иллидану. Иллидан отстанивается. Ух, как же ему больно-то, а? Да ладно, ФНГ! И здесь Глот подходит. Да ладно, как же с Бойном? Глот! А что в Скайлане? Да почему? Первый обменил. Флая тоже можно забирать. Это минус 2. Сайлент пытается уйти. Лил за ним. Ну, как же вовремя подошел-то Глот. Ну и какой царь ФНГ? Какой подкоп сделал? Иллидан погибнет. Но суть не в том. Суть в том, что он очень вовремя пришел и помог своим тиммейтам. Если это был байт вот сейчас от Иллидан, то это очень было кротко. Там в одном моменте, когда у него оставалось там на одну тычку, он развернулся такой. Флай за ним начал бежать. И он взял стики, открывал. На топе там проблемы у Йоку. 6 таков на нем висит. И это минус Йоку. Ну, изначально нападал Йоку. Йоку нагрел Седого, но Седойк затащил его сначала под тавер, и потом просто скайкил с 6 стаками напауна. Ты особо не поверишь. Йоку, не соберись. Трияк, да. Это... ну, так не должно быть. Якс не должен умирать от бэтрайдеров соло вообще без помощи. Ну, блин. Стоит, вот ты хорошо стоишь линию. Чего тебе этот бэтрайдер? Что он тебе сделал такого? Зачем тебе его убивать? Давай свою линию получи. Я знаю. Так ему захотелось. Ну че, бабки, бабки, бабки. Наклась, жадность, бабки. Вангвард. Все дела. Тем временем, параллельно, на Старладдере закончился первый матч дня. Cloud9 с счетом 2-0 переигрывает London Conspiracy. В группе А второго группового этапа. Напомним, что вчера Сусполар выиграли 2-1 в London Conspiracy. Ну и, скорее всего, здесь London Conspiracy из этой группы не выходят. Напомним, вместе с Cloud9 с Асусполар в этой группе еще играет и Empire. Как раз таки. И вот между Cloud9, между Асусполар и между Империей будет, наверное, и решаться, Какие две команды поедут в Бу-Х-Хрест? Группа намного интереснее выглядит, конечно, чем группа Б. Группа там Сикрет и Альянс. Ну, как бы, там, конечно, есть вот эти СВЗ и Гумба, но давайте откровенно. СВЗ там могут выиграть у Альянсов или у Сикретов только за счет Дудуса. И если их возможность выиграть... Так. Седой на топе. Цепляет, улетает. Джекин Тауэр. Проблема у Йоху. Стан. Дабл Эджа надо добивать. Пытается седой уйти от Резоли. Резоли дорезает. Ну и бежать отсюда Эльдана нужно, потому что очень неприятно. Маны продают у Резоли, что размен 1 в 1. Кстати, за счет ДДОса. А, кстати, за счет ДДОса-то все может быть... Так, так, собственно, игра против Hellraiser выигралась. Так, внизу раскрутился Сайлент. Точнее, разложился Сайлент. И сейчас убьет Лил. Ну, Лил, правда, неплохо. Мансит. Так, Лил, еще до Мансит. Смотри. Да ладно, не, ну ты все равно его убью. Там мультаппарат удается, потому что он еще копнул Алоха. Алоха погибает! Воу! Вил! Вил! Воу! Вот это жесть! Да, Алоха! Да ладно, 40кп! Как он выжил здесь? Сайлент подлечил банкой Алоху. Так что... И стики тоже помогли Рубикам. Ну, вообще, да, крутой момент был так. Резолюшн в Миду убивает ПНГ и... Экшн, экшн, начали наводить ребята из МПС. Только казалось, что у нас у стола расправили ситуацию, стартовают эти провалы, как вот сразу посадились в районе. Снизу фраг, там, миди-фраг и так далее, на топе размин. У Иллидана, по-прежнему, нет блинка. Это уже 11-ая минута, и было бы неплохо этот самый блин заиметь. И влетать куда-то уже, там, на аппарата, побыстрее его убивать, на того же самого Рубика, которого пока нет еще 100 левела. Ну, вот надо, надо, надо. Иллидан это самая прекрасная бизнесная. Ну, вот на топе пока его никто особо не напрягает. То есть, Сула это не боец против него, по крайней мере, в соло. Поэтому Иллидан получает своих пипов. Но, правда, стоит достаточно опасно далеко от своего Таура. Поэтому опасается, вот, возложенного ТП от того же Люда Люши. Читаю в Твиттере, интересная такая переписка. Довольно известная личность в мире доты Блиц, который с завтрашнего дня начинает работать на Джоиндоту. Пишет в Твиттере, что ура, у меня через полтора часа самолет, я официально улетаю работать в Германии на Джоиндоту. Я все понимаю, но я очень нервничаю перед полетами, очень не люблю летать. Я понимаю, что вероятность того, что я разобьюсь на машине намного выше, но все же очень нервничаю, успокойте меня кто-то, пожалуйста. Я ему ГОС отвечаю. Блин, извини, можно я оставлю себе твою коллекцию книг, если с тобой что-то случится сегодня? Прям успокоен он настолько на уровне, пацана. Ладно, там в миде сейчас убьют, кстати, Лила на пятый левел, да, вбегают на него. Вот так. Есть, правда, ТП, он хексанул, еще копнет, может быть. Да, еще и копнул. И, кстати, разорван, что-то погибнуть может. Ой-ой-ой, какая хорошая улита, а СПЛН накрывает просто. Их на бред могут быть еще и у СПЛН. Да, это размен два в один. Вот так вот, отличная ответочка от АСПО. Да, СПЛН. Да, и, кстати, ты смотри, еще и Флая прижарили здесь. Дабл Эдшит, минус три, воспоминание СПЛН. Битый Флай подставился, да и в итоге убили Толиона, который левел пять, который самый маленький ларил на карте, потеряли трех героев. Вот это не прикольно. И сразу два даймена сейчас появятся у ребят из АСПО. У Элитана и Батрайдера. Это очень важно. Это очень важно. И может... Прям сейчас. Кстати, Блиц начинает работать на джиндот. Я так и не понял, Тоби вообще уже завязал с дотой или что? Ну, просто я так и не понял. Ну, типа, не то чтобы завязал. Он там, я уверен, что на лане там, как он-то будет комментировать. Но вот там разнообразные онлайн матчи. Там, несмотря на то, что джиндот и МЛЖ как бы там флей-офф еще шел за выход. Но он уже не комментировал. Комментировал капиталист, комментировал дурка. И вот взяли они этого. Интересно, поедет ли он на Интернешнл Тоби? Но как хедлайнер он, наверное, уже вряд ли. Ну, с такими темпами нет. Нет, с такими темпами, скорее всего, ну, я думаю, он не поедет. То есть есть Синдерен, есть Сансен, есть ЛД, есть ГОЦ, есть Мерлини тот же, да. Там кот лгает и хватает людей, которые действительно сейчас работают очень много на англоязычном рынке. Те же ребята тут опит, которые комментируют. То есть... Да, с другой стороны, никто Тоби не принуждал. Он личный, он должен понимать последствия. Все-таки рынок зарубежных комментаторов отличается от нашего. Тут у нас хоть три дисциплины. У нас, наоборот, потери. У нас только потери. У нас, я очень надеялся, что в этом году в штате комментатора на Интернешнле прибудет с помощью Пинги. Но Пинги взял и решил забить. Не, ну смотри, там, типа, эту тему затронули. Так, сейчас все-таки у Дремлиг, как ты... Тебе было бы неприятно, но Дремлиг появляется у Ихлапса и сейчас Мобстер появится. Да, да, да. Вот это огромный плюс. Вот это огромный плюс, то, что появится Мобстер, то, что он там, я не знаю, с кем конкретно он будет комментировать. Но он способ, а не способ. И когда вообще... Способ. Когда начнется Дремлига, но если действительно они за Дремлигу зацепятся, если не от комедии, то я думаю, у нас все-таки будут новые лица. В этом году, потому что... Как-то ж не очень весело, что не будет новых лиц. Скучно. Ну, будем надеяться, что Рустам визу получит, конечно. Если Рустам опять не получит визу, то это вообще забей. Это будет просто очень обидно. Это Валвы могут открыть вот этот документ от Доты по комментаторам во всем мире, которые больше всего игр за год откомментировали. И попоражаться немножечко, потому что там Адекват идет на первом месте с огромным приемом. Адекватауру может сейчас упасть, а он сейчас и падает до резолюшного Дональя. Почему Сидок и Сидок? Почему же ты не прыгнул и зацепил? А я не знаю. Там и Лил мог бы выбежать, хексануть, и Сидой должен был прыгнуть. Что-то побоялись. Они вот тут решили сыграть более сейвово здесь с УСА. Ну, забрали вышку уже более-менее. Кстати, по деньгам то Эмпай по-прежнему впереди. Ну, вот по ХП уже прыгает. Но пока игра ровная. Пока игра очень-очень ровная. Ну, и основное, наверное, для Эмпайа то, чтобы раздоль сейчас искачался. Ну, тут же проблемы могут быть у Лидана. И ультует Сайлент. Бежать, 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 бежать. Каждый сам за себя. Сайлент в соло не убьет, наверное, и Лидана. Не должен, по крайней мере. А Сайлент? А Сайлент что будет делать? Блинк-аут-пау, да, все верно. Опять-таки, куда-то абсолютно непонятно, куда лезут имперцы. И за это моментально Асус Повар наказывают. Слушай, что с Эмпайом происходит? Слабили булки. Может они тоже подкаст слушали? Ааа, ребят, у нас уже там это... Ааа, топ-5, ну вот этот, как его, Алоха-то в Твиттере написал. Алоха-то, да, я сейчас бы топ-5 стану. Ну вот, Алохич. Стал ты тут, как тебе? Ну, меня споришем. Сейчас ты станешь боком 3, просто. Как я тебе еще сейчас в топ-5? Алоха. Не, понимаешь, пацаны просто услышали, что мы их уже все, на Интернешнл уже пропихнули. И такие все можно расслабиться. Эй, алло. Мы-то не ваулы, да. Мы-то языками можем много чего там нарассказывать, да? Решают, а все равно ребята из Вольво Корпорейшн. Ой, ой, смотри. Резоль. Хиксан еще Лил. Ай, не может хиксануть Лил. И тут, кстати, надо бежать. Тут надо бежать. Сейчас Асус Ан. Проблема огромная у Лил. Лил хиксует. Копает Резоль. А ты станешь по Резолью. Добалаешь по Резолью. Верхняя нужна от Мангей. Выкупайся. Лети на свою эту. Выкупайся. Давай, Резоль. Давай. Там же стоит твой ременант. Сайвент умрет от вышки. Ой, какой хороший. Блин, неужели он узнает ? Так, он сканяется. Идет Дам иииии умирает только Алоха. Нет, нет, а тут... Йоку с блинка ушел в последнюю секунду, Сайвент сделалTPout. А нет, Йоку не ушел. Йоку цыпанок. Затаскивают его на хайграунд, там его Седой и оставят. Ну и с лограунда можно просто его спокойненько здесь расстреливать. типа аута у него нету и вот так вот, минус. Ну абсолютно неадекватные действия сейчас делают Empire, то есть допустим инициируют Resolution, хрен с ним, да. Ну инициируй, если у Сайлента есть ульта. Сайлент бежит за Resolution в драку, но ультовал-то он буквально минуту назад на топе. Ну и типа зачем? Это вообще непонятно. Просто посмотри на график NetWars у игроков, просто такой огромный болт показывает сейчас год по сравнению с ближайшим оппонентом. Ой, лол, я как-то показываю графики общей команды, что-то я не обретил, что там уже 10 тысяч NetWars на SF, там Сэнджин Яшо, там есть Миканс, там есть Аквилл, там есть ПТ, и там уже год делает очень серьезное бобо. Причем очень серьезное бобо. Ну и а что империи надо делать? Империи как-то надо с этой ситуации вылезать. У Resolution в ноябре еще пока нет. У ФНГ есть сейв ТП в мид. ФНГ не добивает ФНГ. Есть у меня каргода, и поэтому на лохе. ФНГ не поймать ульту, да? Не ловит ульту флайд. Слишком поздно она залетела, и ФНГ остается не вредим. Подбирает хасту. Сейчас год. Интересно, что дальше пойдет? Во что дальше пойдет Серега? Ну, логично будет здесь выфармить против вот этого пика, очень логично будет выфармить Скади. Потому что кайтить Акса, да и просто иметь очень много хп против того же Акса, против Брюмастера, это было бы, наверное, правильно. Поэтому, я думаю, Скади было бы правильным, но покупает он БКБшку. БКБшечка, что ему дает БКБшечка? Рубик его не подымает. Ну, такое. Более-менее. Больше ничего. Сайлент не может нормально его поднять, типа, в ветра. Потому что сейчас с мейнтаргетом, драки опять на беге, если она все-таки будет это Сайлент, то бандой просто подкинуть... Снизу, Resolve, в таверну. Да ладно, Resolve, еще... А как он? Он заэвейдил ультимейт Леона? Ну... Я вот пытаюсь вспомнить, можно ли это... Можно, можно. Он заэвейдил ультимейт Леона своим прыжком в Риминант. Вот это было очень хорошо. Хотя, опять-таки, Лилл зря там ультимейтовал, но чтоб тычку дал, он убил бы намного больше вероятнее. Ну, тычка... Тычка не эвейдится ультой, и сплы эвейдится. Да, ну вот в итоге получилось так, что уходит Resolve, потратил ультимейт свой Лилл, сейчас он будет очень злой, видит опять-таки Resolve, который уже фуловый, который порегенился, будет пытаться сденать еще один тавер, ну а почему-то отошли из пола. Они тоже так играют, осторожно, и вот абсолютно все фраги, все вот этот экшен, который происходит, почему-то происходит на их половине карты, то есть Empire нападает на них. Это странно. А я прям Deniable вышку стал, я так следил, сможет ли рейнджовый крип довести ее до этого состояния, и он смог. Крип, который смог. Крип, который смог. Да, уже два там denials ребятами из Empire, на самом деле, в принципе-то, казалось бы, ничего такого, но по экономике для сапплотов это очень важный момент. Ну, опять-таки, если посмотреть на Лила, да, на Лиоли, казалось бы, его команда выигрывает, все дела, но у пацана 1700 нет восса, и вот эти вот деньги с двух вышек, у него там уже было бы полдаггера, а так у него 700 голды, и он вынужден где-то бомжевать. Понятно, где есть какие-то деньги, учитывая, что на него будут нападать и пытаться его убивать, наверное, быстро, потому что он где-то неприятный, а в драке вносит слишком много кипиша. Ого! Такая интересная новая фраза у нас прозвучала в эфире, Вард Путана. Ну, я называю это по-другому вообще, но просто... Ну, понятно, что это Вард Бич, да, ну окей, но Вард Путана перевести, это очень интересно. Ой-ой-ой-ой-ой, слушай, а что там было? А там был Мидас Флайя, там был Мидас Флайя, который придется 3 минуты отменить, там, здесь, потому что проверить кто где, видишь, что там в мид забегает, Флай погибает у нас на топе. Просто... Я не знаю, поиздеваетесь надо, унизили Флайя и там Мидас... Ну, сколько... 450... 570 должен быть на Творце, вот это вот... Она не считается, если на полу лежит, так как она в пыре... Ну, не считается, да, она бывает. Так, ну что? Ну... Ну, стоят ребята на топе, возможно, ждут того же Йоку, Йоку аккуратничает, аккуратничает, что-то блинкается, по-моему, это было очень опрометчиво, блинкануться в крипов, и сейчас могут за это поплатиться, но, опять же, стоит очень близко под Скин Тауэром, поэтому боятся ребята из... Плюс еще тут залетает какой-то шальной ульт от Аперейшни, чего он вообще туда летел? Он знал! Он просто знал! То, что надо! Ну, или он просто в команде хотел показать, где ему круто. Кстати, нам тут подсказывает Самир, огромное спасибо, что в том моменте Резоль заивейдил не только ульт Леона, а вторым прыжком он еще абсолютно случайно заивейдил еще и ульт Зевсан. Ну, это вообще какая-то жуть. Сучий человек, что тут еще можно сказать? Или Читак. Да. Какой он этот Резолюшин? Ну, я могу с уверенностью не 100%, а по процентам 50, что это был просто нервные клики. Ну, конечно. Ой, сейчас заивейдил ульту Леона, так на! Конечно, он там просто убивал эту клавишу, чтобы прыгнуть там побыстрее. Господи, да прыгнет уже! Но получилось очень хорошо. Зрелищно, что самое главное. Ребята из нас чуть-чуть остановились. Так, а они никуда не нанеслись, реально неслись на них имперцы. Вот имперцы приостановились, а сусатки, ну окей, мы пофармим. И внезапно это на руку команде Empire, потому что у них там начинают получать экспу саппорты, у них там начинают фармить Ember Spirit, у него там Battle Fury, кстати, уже есть. У него есть деньги на Battle Fury, его надо купить, Резоль. 24-ая минута не очень быстрый БП, скажем так. Но хоть что-то! Мы можем сейчас стать свидетелями, как вот в прошлой игре у нас ребята из Empire забыли, что делает дробка, а сейчас могут забыть ремплитизацию, что делает Ember Spirit. Вот ТП-шится над Луксом, все попытки сейчас должна быть убить... Что-то как-то странно, Бэтрайдер все сделала на 3GV, только аппарата не попадает ни по кому, Лил слишком далеко, Лил надо хоть кого-то так их стонуть, Флай развалили в секунду, побежали дальше, Седой, есть у него по-прежнему Лассо, Блинк, а мотоцепонет медленно не цепляет, и бежать-бежать за Алохой, разве что можно, Блинк будет через 7 секунд, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 1, 1, 1, 1, А слушай, ошибка, это была ошибка, Ильдар прыгает на Алоху, пытается убить их очень быстро, Алох убили, еще ультимейт Зевса сюда залетает, Седой по-прежнему жив, расстроился у нас, как я люблю это называть, товарищ Сайлент, но, к сожалению, помочь своему ультимейту не смог, но, Седова-то разменяли на Алоху, это уже неплохо, Седой на Алоху. Это ошибка, а вот эту же большая, Седой очень нагло прыгает, получает по лицу, и, вот тебе, недостаточно Алохи, и на тебе, Йоку заберите еще. Ну да, теперь взамен не самый хороший, получается, для команды Эмпайр, и это уже 17 на 8, и год с БКБшкой, он сейчас намекает ребятам из Эмпайр, чтобы вообще мне ничего не сделать, у меня и Блэкин Бар, и мало того, что у него есть Блэкин Бар, у него уже 2600 сверху, а это, господа, дофига, да, 15000 нетворсов года, при том, что у Резоля 9700, но с другой стороны, стоит отметить, что 2-е 3-е 4-е место по нетворсу, занимают герои команды Эмпайр. Сейчас будет драка, сейчас будет драка, сейчас будет месиво, связали всех, хексануть с Лил, Лил не ищет кого бы хексануть, давай, давай Лил. Так, прыгает Сидой, а зачем ты прыгаешь, очень сильно задамаженный в диспозиции, ребята, из-за зуббола, хотя хороший прыжок от Теледана, ставит все на свои места, байбэкает Сайлон. Посмотри, что делает Лил, правда не смог он улететь, конечно, но это было очень смешно, но... Такой наглец. Конечно, но, Рошен, пол хп, и Рошен упадет для Эмпайр. Да, но вряд ли. Сейчас запрыгнет Иллидан, в троих даст стан, и будет беда, вот так вот стан двои, DoubleH двои, и очень битые Сайлонд и Йокуи, это минус Сайлонд после байбэка, это минус Йокуи, это плюс Аэгис, и это геймблплей, если честно. Это просто такая, Ваня, вот ты тоже закрыл лицо рукой, да? Тут просто Иллидан погибает. Слушай, они, вот, это некрасиво говорить про команды такого уровня, но они настолько голимо играют вот эту игру, это просто забей, что одни, что вторые, но, правда, одни играют чуть-чуть менее голимо, чем вторые. У Empire такое ощущение, что полностью пропала вот эта вот координация, то есть, ну, казалось бы, я вот тоже сейчас подумал, но я-то все-таки не про игру, что, казалось бы, по пол хп там у Asus, и они вроде как должны отходить. Ну, с другой стороны, вот там нету, ну, кого-то там у них не было в замесе, там у панды не было ульты, и... Может быть, не стоит нам вестись до этого Рошана с пол хп, но все-таки ребята повелись, и... Я, в принципе, пять тысяч ммр нужен. Мне кажется, что ребята должны понимать больше, чем я знаю. Ну, может, нет, не все, не все. То есть, ну, все, кроме Алохи, скажем так вот. Не, Алохи, ну, понимаешь, я просто вот с Алохой никогда не общался, вот в Малайзии мне довелось пообщаться с Алохой. И с простым Алохой, и с Алохой на автепати. Ну, мне владелец Empire, и менеджер Empire предложили войти в их группу с Говора, чтобы на троих разделить срок, потому что они его уже терпеть не могут, и так далее. Удивительный персонаж Алохо. Ну, я Алоху купил по Абать Старладера. Да, да, я не помню Алохо. Ребята, те, кто смотрят, просто вспомните, как вы в свои школьные годы. Вот вам и Алохо. Абсолютно идентичная ситуация. Бывает. Он хороший игрок в Доту 2. Все, молодец. Остальное, в принципе... Че ты смеешься? У него ММА больше, чем у тебя? Больше, наверное. Он тебе и бустил. Вот оно че, Михалыч. Я-то думаю, че за фигня происходит. Бывает такое. Так, ну, Асус будут забирать Т2 в миду. Опять Эмпайр очень сильно боятся, и пытаются идти в какой-то размен. То есть, я вот смотрю, у них три героя тут вниз. Но пока вы дойдете до Т2 внизу, там... Ну, короче, они опять сейчас потеряют Т2 в миду, начнут ТП-шиться, потому что Асус пойдут дальше. Ну, и, короче... А хотя тут Сан на топе. Менеджер про увлечения, начинает гонять Ири Дана. У Сайна какие-то ужасные уртимейты в свою игру получается. Просто Лила отсюда делает глинкаут, и Лидан, в принципе, не убивает. И вот в итоге уртимейт опять потрачен. Сейчас знают об этом ребята из Асус Поляра, и просто ловьёт. Они сейчас Сану там будут ловить здесь. Или он делает ТП-аут, скорее всего? Или пойдёт пешком? Если бы у него было ТП, он бы, наверное, и сделал. А, а, да, вот. Шесть лотов, нет места, ребят, соль. Возвращаемся мы с разговором с тобой во время первой карты про 2011 год и про то, что ТП носит команды. Они знают, что Сайлент здесь. Они знают, что он здесь. Так, я отключаю Вижен от Лила. Отключил Вижен от Лила. Я в два нажимаю и устоплей давай. Опа, вот он. Ну, так просто. Нет, ну это, по-моему, нечестно через Ульзу. Вот реально нечестно. Ну, я прямо просто представляю, сидит такой, и Лил говорит, слушай, и Артём подсветил. А, я откуда, если ты троллят, то он секунд пять такой. Ну, ладно, ладно. Не подсвечу. Да, это очередной фраг на Сайленте. Очень разобранный игра Эмпайр. Очень странно сегодня они выглядят, скажем откровенно. Ой-ой-ой-ой, что это было, Лил? Опа, это почти фраг. Это был, это был почти фраг на Сайленте. Бедный, бедный Андрей. Наверное, посидел, наверное. Борованный станк, тем временем, есть у Рубика. Полетел ульт-аппарат. Очень даже неплохой попадает по троим этот ульт-аппарат. Ну, продолжает год. Год понимает, что у него есть Аэдис. Ему нужно этот самый Аэдис на что-то разменять. Йоку прыгает. Слэмданк по году. Год скоро появится. Йоку в БКБ получает бонус нул спида. Убьет также у нас Лила. Убивает он Лила. Здесь в ветрах летает Резоль. Тайминг очень плохой код, Резоль он не убил. По-прежнему живы ребята из Эмпайр. Убивает Йоку. Йоку будет тратить ставерну. Алоха туда же. Ну и что? А дальше чем отбивать? А вот Сайвер. Это абсолютно без ульта, братан. Сайвер слоу. Еще 5 секунд без ульта. Да. Но это минус сторона. Это минус сторона. Резолюшн еще не в той кондиции, чтобы депить 5 персонажей. Хайки отличат хорошо. Залетит ульта от Андрея. И можно забирать. Тайминг умрет. Короче. Четыре. Просто... Просто взял Флай и сделал Team Vibe. В соло почти. Ну надо было только... Посмотри сколько у него. У него четыре тысячи. И он просто Аганим дали. Ему просто дали Аганим сходу. Он заработал четыре тысячи за драку. Да, это очень неплохо, но сторона все равно упала. И как бы там сейчас дела не наладились у Флая. Общее положение вещей у ребят из Эмпайр очень печально. Потому что, как ты говорил, вот там идет год, а три следующих. Это ребята из Эмпайр. Вон идет год. Следующий Резолюшн с большим отрывом. И там уже ребята из Асус Поллар. Или там и... Ну да. Ну года, кстати, сейчас после Баттерфля еще что-то появится, я думаю. У него есть пока там Аквилка, которая валяется в курице. Есть свободный слот. Аэгис был потерян. Рошан новый появится через пять минут. То есть время еще есть. Блинкдаггер у Люмана. Ну, собственно, у Асус Поллар все просто прелестно. И Асус Поллар близки к тому, чтобы выиграть эту серию. 2-0. В каком-то странном невероятном серии. Лилк, конечно, погибает здесь, что-то решил померить. Лилк за это. Ну, это уже такая наглость. Типа, у нас мы снесли сторону, вот от помутнения разума пошло. Типа такой, ой, я вот увидел Алох, пойду его звалю. Ну, просто такие вещи обычно заканчиваются не очень хорошо. Вот так. Ну, это такое, знаешь, может закончиться не очень хорошо, а может он получил, вот сейчас Тумаков по голове такой понял. Так, ладно, надо собраться, если честно, давайте командный гейт. По нормальному играть. Ну, кстати, стоит отметить еще, что победа на этой карте важна, потому что это нижняя часть сетки, которую я вам показываю перед стартом этого матча. Да, суть в том, что победители этой пары попадают не на Сикрет, не на Альянс. Победители этой пары попадают на Нинджи Син Пижамас. Вполне играбельного соперника в полуфинале, как бы. А победителем выиграть и чему не полу, это уже финал Венрова, это уже топ-3. А напомним, два коллектива едут в Лос-Анджелес. То есть, очень важная игра. И если проигрывают имперцы, они отправляются в Музыра, где им в первом раунде придется играть с Клаудмайн, потом с проигравшим Альянс Сикрет, то есть, ну, там вообще рвань. Альянс Син, скорее всего. Я, честно говоря, Сикретов давно не видел, но вот как-то откладывается. Вот команда мало вроде играет, но откладывается в голове, что типа... Что они топовые. Да, что проиграть, да нет, колу не может. Ну, мы увидим Сикретов сегодня в 21.00 по ЦЭТО, 22.00 по Москве, 23... Ой, 22 по Киеву, 23 по Москве. Слушай, а в России время переводится сегодня или нет? Я... не... Ну, короче, телефон все равно его переведет сам. Так что это, в принципе, не суть важна. Так, хороший смоук от ребят из Polar, но... И... Ой-ой-ой, БКБ или Даун слишком рано прожимает, дается пережить. Это БКБ, Флай, успеет ли дать ультимейт, успевает дать ультимейт. Но непонятно, куда Флай погибает. Ульт пошел... Ой-ой, и Резоль еще поймали. И слил, Резоль в таверну, Алоха. А-а-а, ну а что ж ты тут сделаешь, Алоха? Алоха сыграл тут плохо. Как-то... Безидейно у ребят из Афайр, то есть им, конечно, помог. Вот, казалось бы, вот тут Вард стоял, здесь. Но... И... И спалил он выход из Мака, ребят, из Астус. То есть, если бы там не было Вардар, то там бы не отблинкался вообще никто. Там, по-моему, Ёбра отблинкался сразу, тп-шился куда-то. Так бы Ёбра вообще даже не отблинкался. Он вообще на медузе. Короче... Э-э-э... Все, забудь. Ничего не... Ничего не изменилось. Все было. В смысле? Йоку нет. Йоку не был на медузе. Ты все правильно говоришь. Йоку стоял вот здесь. И на него прыгнул Бэтрайдер. Йоку сделал блинкаут. И просто он вниз в мид добрался. Он вот так вот убегал просто. Да. Когда все дрались, он просто убегал. То есть, ты абсолютно прав. Йоку спалил. Йоку отблинковался. Пытались уйти имперцы. Но... Но... Вот этого вот товарища Брайана. Я вот, когда сегодня смотрел на эти матчи... Я вот думал, что вот как раз... Антус, Поло и Эмпар. Будет такая жесткая заруба. Да-да-да-да. А вот на Сикретах и... И в якорях мы отдохнем. Ну, грубо говоря, так. Ну, вот я абсолютно так же рассчитывал. Я буду в бульбашу неких умен, если... Я сейчас на якорях и Сикретах... Буду напрягаться, как я рассчитывал на Полар и Эмпар. Потому что вот эта игра, это просто... Ну... Ну, я не верю своим глазам. Я не понимаю, почему Эмпар так сильно разваливают. Я считал, что все-таки команда в форме. И результаты в Малайзии сыграли. Хорошо, и после приезда с Малайзией они тоже показывали хорошие матчи. Асус Пола же вчера проиграли Грекам. То есть, думаю, ну, блин... Такое... Эмпарь явные фавориты. Ну, если уже говорить... Ладно, давайте посмотрим. Здесь Йоку пытается вытащить на себя Года. Подняли еще Года. Ну, Году... Такое дело. Год мало того, что с бутерфляем. Ему... Ну, пофиг ему в твое пиво. Ну, в принципе, не пофиг пока, да. Но... Так. Акс на Ситом. Это очень грамотный прыжок. Он тут хорошо прыгает илентант, подкапывает двоих. Как можно убивать резолюшн? Да, умирает резолюшн. Умирает долов. Они внесли вообще ни капли ДПС. Умирает тут Йоку. Минус три. Минус четыре сейчас будет, если умирает флай. И это... Это... Это фантастика. Это как? Вот... Реально настолько круто сыграли Асус Пола. Ну, что... Я вот нахожу прямо сейчас на eGamingBets и смотрю, коэффициент на победу Асус Пола был 2.895. Они считались явными аутсайдерами этого матча. Но победили именно Поляры. И именно они отправляются у нас во второй раунд. Именно они будут играть во втором раунде сетки Венеров. А ребятам из Эмпайр придется пробираться через болото.